Добро пожаловать в инфосферу! Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Крайная граница Ограничная зона между Парагваем, Аргентиной и Бразилией считается район для организованной преступности наркоторговцев и террористов. Долгие годы отряды специального назначения пытались защистить регион, но безуспешно. Оперативник под кодовым именем Папа Римский после долгих лет исследования наконец-то узнает место укрытия наркобароны Ларея и привлекает своих старых товарищей, ушедших в поставку, чтобы провернуть авантюрную операцию. Он убеждает бывших коллег убить и ограбить Ларея, тем самым обеспечив себе и своим сильным безбедную жизнь. Катулка проклятия Девочка покупает винтажную шкатулку на ярмарке в одном из соседских дворов. Поначалу родители не видят повода для беспокойства, когда их младшая дочь становится одержимо новой игрушкой. Со временем поведение девочки становится все более странным, а реакции неожиданными. Родители пытаются раскрыть секрет шкатулки. Что вы сделали? История о том, как званый обед превращается в садистскую игру, участники которой сталкиваются со смертельными обстоятельствами. Судная ночь 2013 года Мир будущего – мир без преступности, безработицы, войн. И все это благодаря одной ночи в году, когда можно отправить на тот свет любого, злобного босса, шумных соседей, надоевших родственников. В судную ночь дозволено все. Главное – дожить до рассвета. В колонии после природного катаклизма под ледяной поверхностью, покрывшей землю, оставшиеся в живых люди собрались в колонию 7 и пытаются выжить, несмотря на сокращающиеся запасы продовольствия. Они еще поддерживают связь с колонией 5, но после того, как контакт с ними теряется, группа смертчиков отправляется в опасную экспедицию, чтобы выяснить, что произошло с их соседями. Патруль. Лос-Анджелес. На первый взгляд, это самый обычный город, живущий своей жизнью. А вот если копнуть поглубже, туда, где обитают преступные группировки и криминальные общины, понимаешь, как сложна работа тамошних полицейских? Запретная зона. 2012 года. Шестеро молодых туристов-экстремалов прибыли на каникулы в Украину. Узнав о том, что в зону отчуждения устраиваются экскурсии, они нанимают гида и отправляются за незабываемыми впечатлениями. И таковые не заставляют их долго ждать. Казалось, радиоактивный город пуст и заброшен. Там не осталось ничего живого. Но как только солнце прячется за горизонт, Припять оживает. Нечеловеческие крики сотрясают ночной воздух. Незадачливых путешественников охватывает ужас и паника. Они понимают, что не одни в этом мертвом городе. Бункер Официантка Фабиана знакомится с одним из случайных посетителей, переживающим сложный период в жизни. Между ними вспыхивает страсть. Для девушки все кажется идеальным. Ее любимый работает дирижером оркестра в филармонии и обладеет огромным особняком. Однако вскоре появляются непредвиденные сложности. Протей В поисках сакрального знания группа ученых отправляется в самые темные и неизведанные чертоги вселенной. Именно там, в отдаленных мирах, находясь на пределе своих умственных и физических возможностей, им предстоит вступить в безжалостную схватку за будущее всего человечества. Синистер 2012 года Вместе с семьей автор детективов поселяется в небольшом городке, в доме, где почти год назад развернулась леденящая душу трагедия. Были убиты все жильцы. Писатель случайно находит видеозаписи, которые являются ключом к тайне преступления. Но ничто не дается даром. В доме начинают происходить жуткие вещи. И теперь под угрозой жизни его близких они столкнулись с чем-то, от чего нет спасения. Пишите в комментариях, такие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok